Если человек испытывает боль, он начинает искать ответ на вопрос, что же является источником этой боли для того, чтобы избавиться от нее и выздороветь. Часто люди в поисках ответа ищут информацию в книгах и в интернете, но этого бывает недостаточно, и люди стараются узнать как много больше о проблеме. Сегодня наш рассказ о физиотерапевте Венспилской поликлинике Агнете Ле Пайнеце, которая не только хотела все знать, но и стала специалистом, который может применять эти знания на практике. После окончания средней школы я три года работала. В это время я для себя решала, чем же я хочу заниматься, и в 22 года продолжила свое обучение. Во время своей учебы Агнета работала и физиотерапевтом в Риге в частной практике. Также в течение двух лет совместно со спортивным журналистом Армандом Пуччи создавала телешоу «Хатрик Арпуччи», где делилась со зрителями советами о здоровом образе жизни и о спорте. Лично у меня было очень много тогда работы в Риге, и как у телеведущей, и как у физиотерапевта. И, если честно, мне захотелось спокойствия, поэтому я и переехала в Венспилс. Для того, чтобы привести в порядок свое здоровье, свою жизнь, саму себя, жить спокойно. Но я однозначно хотела продолжать помогать людям. По сравнению со спортивными тренировками в Риге в Венспилсе, Агнета работает со всеми возрастными группами. Люди приходят к ней с различными проблемами. Спорт-физиотерапия. Вайрак. Люди приходят на физиотерапию для поддержания и развития своих физических сил, массы тела. И мы много работаем над тем, как уменьшить риск получения каких-либо травм. Человек тренируется, развивается, а я, скажем так, что-то исправляю, корректирую, для того, чтобы он сам мог двигаться вперед, дальше, выше и становиться сильнее. Здесь, на занятиях, мы пытаемся также вернуть людей к привычному образу жизни, поставить их на ноги, чтобы они могли заниматься привычной для себя ежедневной деятельностью, могли ухаживать за собой, обслуживать себя. И поэтому подбираются такие упражнения, чтобы у них появились силы двигаться. Физиотерапия подчеркивает, если вы хотите избежать боли, необходима физическая активность. Физические нагрузки – это основа здорового тела. Насколько позволяет ваше тело, вы должны заниматься силовыми тренировками. И все это необходимо для того, чтобы в будущем ваше тело, мышцы и суставы были подготовлены к возрастным изменениям и нагрузкам.